Шевелизм онлайн появился исключительно, потому что мне надо было 30 тысяч отдать коллекторам, у меня карточку было закрыть. Вообще сейчас такая тенденция, что стричь мало. Он должен уметь делать все услуги, которые нужны мужчине. Ну, кроме там массажа простаты. Ой, я любитель, у меня карусель постоянно. Это классно, главное не заигрываться. Отсосите все, кто продает сливы. Причем прямо друг друга и можете за 300 рублей, за цену мастер-класса, который вы продаете. Все, кто мне говорит из коллег, что, блин, я просто стригу, я очень занят, я вот тут вот просто четко делаю. Блядь, общайтесь с клиентами, пожалуйста. Всем привет, приветствую вас на подкасте Siberian Barber Family. Со мной сегодня Юрий Шевелл, популяризатор удлиненных стрижек в России, инфлюенсер, а также... Добавь что-нибудь сам. А также мамин симпатяга. Так нормально приходит? Да. Или она что-то была по делу? Я автор первой книги для барберов, энциклопедии. Ну, то, что я сказал, я этим больше горжусь. Ну да, книга барбера. Сейчас вот скоро вторая. И я, Алёк Минский Егор. А представь меня, пизда-то, тоже как-нибудь. Большой фанат Клей Бай Лондон Груминг. Всегда ваш. Алёк Минский Егор. Вот так. А также бренд Барбер Тайги и старший тренер СБС Академии. Ну, откуда я там мог всё знать в вашей регалии? Мне интересно просто. Видишь, меня прошлый гость тоже представлял. А как он тебе представил? Давай так. Ой, я не помню, что там было. Ну, мы просто... Что-то какие-то мои регалии перечислялись. Просто мы вели подкасты, и когда приходили к нам ребята, мы придумывали им всякие дурацкие максимально... Вот, я надеялся, что что-нибудь такое... Ну да, мы такие говорим, там, типа, лицо метро Павелецкое, там, типа, такое, типа... Думаю, буду отслеживать свою нарастающую популярность благодаря спикерам приезжим. Ты в Красноярске уже далеко не первый раз. Это уже какой твой визит? 20-й? 30-й? Да, наверное. Ну, нет, ну, я так считал недавно. Вместе с всякими фестами, вот, съездами какими-то, то это раз 12-й точно. А, ну, больше 10-й уже. 11-й, да, 12-й. Ну, то есть прям много. Плюс были всякие закрытые МК, которые я приезжал и сразу уезжал. То есть, там, культуров, типа, были еще. Поэтому, да, я тут почти прописался, уже пора ипотеку брать. Я вот думал предложить тебе, может, переедешь? Нам как раз барберы нужны. У меня большая квартира. Супер, супер. Как тебе Красноярск? Что скажешь? Да, мне очень нравится этот город. Я вот езжу, я же много езжу сейчас, и смотрю на города, и у меня фаворит, это Самара и вы всегда. Не знаю, почему. А, еще иногда, мне еще очень понравился Волгоград. Мне очень сильно, я вчера рассказывал, вот мы шли, и мне Красноярск очень сильно напоминает Нижний Новгород. У вас похожая архитектура. Блин, не был, к сожалению. Не был, не был, вот, и я, причем, я приехал, я был при этом, хотя Нижний Новгород находится ближе к Москве, я был там первый раз недавно, я приехал, говорю, ой, да у вас как в Красноярске. Ну, прям, мы сходу, говорю, только Кремль еще поставили, а так вот у вас очень похожая архитектура, и мне в целом нравится. А кто-то, кстати, с Питером сравнивает. С Питером? Центр похож немножко. Ну да, но это все вот это, как это, императорские вот эти постройки центровые, вот они, да, они похожи. А еще мне прикалывает из ваших привычек, я очень, я вчера с этого ржал, что вы на маленькие расстояния ездите на такси, вот я с этого угораю. Насколько маленькие? Насколько, что я спрашиваю, слушайте, а у меня вот с отеля, да, ваша академия, я с Ибиса, ну вот, я говорю, а вот мне сколько, типа? Минут 20 пешком. Да, мне говорят, о, это такси надо вызывать, я говорю, так а сколько? Я открываю, там 1,4 километра, я говорю, блин, у нас это соседний дом считается. 20 минут примерно, 15 может быть идти. Да, но это, у вас это такси, короче. Что скажешь про культуру барберинга в Красноярске? Похвалишь? Похвалю, я всегда хвалю. Любим похвалу. Красноярск, я всегда вас хвалю. Я всегда, ну, я рассказываю всегда, что в целом, я считаю, Красноярск один из самых сильных городов в России по барберингу, по-любому. Я думаю, что Москва сразу за ней Красноярск, вот у меня вот такое. Неплохо. Да, Москва из-за численности, даже бы, если сказал, я бы сказал даже так, если говорить про процентное соотношение, то мне кажется, что вы с Москвой наравне, если в процентах смотреть. Но по количеству мастеров качественных у нас больше просто, потому что у нас изначально мастеров больше. То есть, что в Красноярске миллион народов, а в Москве? Ну, 20 в лучшем, минимально. В минимальном случае. Да, поэтому я всегда хвалю, и я всегда объясняю, почему это происходит. То есть, если сначала нормальные мастера работают, нормальную академию запускают, я вас ставлю всегда в пример и говорю, что ребята работают, сделали качественные курсы, я все это видел, но что у вас мы разбирали свое время, не для кого-то секрет. Да, для кого-то секрет, что Юра чуть-чуть участвовал и помогал нам в написании базового курса с нуля. Ну, просто скинул свой, конечно, ладно, я шучу. Мы его переписали уже несколько раз. Да, добавили слово элевация. Частичка Юры там еще присутствует. Да. Добавили вместо поинтката поинтинг, и вот помнился курс. Ладно, ты только недавно начал про это говорить. Да, да, да. Но я недавно дошел сам. Мне кажется, пару лет назад еще никого не смущало разделение поинтинг и поинткат. Да, слушай, это происходит же не потому, что я вредный. Ну, типа, почему я начинаю такие штуки поднимать? Не потому, что мне докопаться там ничего, или я какой-то задрот там. Это происходит от того, что... Вообще это все из-за книги. Вообще все мои мелочи. Но тебе пришлось систематизировать, копать, переделывать. Да, каждое предложение надо было ставить под критическое такое, знаешь, мышление. Чтобы оно проходило через критическое мышление, потому что все, что написано уже, потом уже не отмажешься. И мы очень много перебирали и начали смотреть иностранную как раз и литературу и тому подобное. И пришли вот как раз, ну, если говорить про поинтинг, пришли к тому, что это просто глагол в определенном времени, означающий действие. И поэтому такие, блин, такого нет получается. Получается, что мы говорим неправильно, лучше говорить точечность рисов. Вот я к этому. То есть либо на русском, либо правильно. Выбираем внуцизмы и добавляем русские слова. Да, то есть не то, что я там, Россия, надо говорить на русском, все. Нет, просто я про то, что либо правильно, либо на русском. Ну, то есть. А тут и не туда, и не сюда. Понимаешь? Вот и правильно. Сложно. Вот, ну да. Но это время. Главное стартануть. По чуть-чуть, по чуть-чуть это все. разгребать. Мне все хотелось у тебя поспрашивать насчет твоей тренерской карьеры и насчет ее, наверное, больше результатов. Ты один из самых востребованных тренеров в Красноярске, пожалуй, потому что у меня есть... Я проебал этот мастер-класс, к сожалению, но я бы сходил. И я чувствовал, что тебя не хватает. Но я в бар приехал посинять. Ну, это хорошо. У меня есть три сертификата, у тебя у ребят, наверное, тоже по 3-4. Как так получается? Почему на кого-то ты идешь разово, тебе хватает, и ты такой, все, я понял, я к нему больше не пойду, а к тебе вот люди приходят. Я думаю, это не только в Красноярске происходит. В чем дело? Мне как тренеру, как маленькому спикеру, ты большой спикер, я маленький, поделись. Все очень просто. Существует мнение, что надо... Ну, то есть это общепринятое мнение, которое уже, не знаю, лет 50, пока все спикеры гоняли еще во времена оффлайна, когда еще онлайн особо не было, о том, что вам надо... Ну, по маркетингу, если со стороны маркетинга смотреть, что вам надо давать такой мастер-класс, который, типа, закидывает... Ух, ничего себе. Так Наталье нравится тем, что упало просто в обморок. То, что надо постоянно закидывать крючок на следующий МК. Из-за этого не додавать, чтобы у человека было ощущение, что ему надо еще прийти... Чего-то не хватает. Да, ему не хватает. Но я категорически против этого метода, потому что это, грубо говоря, вот... Размывание. Ну, размывание и отсрочка образования. Отсрочка образования. То есть это одно и то же, что я приехал бы и говорил, ребят, смотрите, сегодня шевелизм только в круглой форме. А в следующем году я приеду с квадратом, а в следующий раз с треугольником. Это как эти ебучие игры, в которых DLC постоянно добавляют. Да. Есть контент, и вот купи еще за столько же, и вот еще чуть-чуть, а вот тут тебе еще пушечку дадут. Да, но при этом тебе надо еще посмотреть заново, как... Историю этой игры, потому что они в этом DLC еще ничего не объясняют. И такой, блин, это что, заново опять проходить? Платный контент. Вот, да, это все про это же, конечно. Глупо давать чуть-чуть, потому что я из тех людей, которые искренне считают, даже если я выкладываюсь на 100%, даже если я даю там 5 часов теории, там демо, у нас сейчас с весны будет тур, он теперь трехдневный будет в каждом городе, не двухдневный, потому что я вываливаюсь уже за два дня. Что добавится? Еще один день отработки? Поменяется система сама. Будет, типа, три в одном. Будет лекция, коллекция, отработка. Второй день будет прям коллекция. То есть это будет 4 постриженных модели заранее, там 4, допустим, да, на демо. То есть хочется еще больше давать демо, чтобы был прям день демонстрации, день лекций, что в первый день мы вообще не стрижем. Мы чисто общаемся, мы чисто разбираем, потому что я уже вываливаюсь за пределы дня, и у меня не умещается и демо, и теория. Я замечал, что народ устает за такое время. Конечно, конечно. К вечеру, когда ты стрижешь, сколько демок было в этот раз? Две? Две, да. На второй демке уже все, народ отрицает сидит. Конечно. Ну, видишь, в этот раз получилось, что заинтересованы были до последнего только по той причине, что была вторая демо женская. Это, типа, было еще новее для, особенно были в основном только барберы в этот раз. И было интересно им. То есть это было любопытство, которое перекрыло желание пойти поспать, грубо говоря. Ну, ты же специально поставил, наверное, женскую модель второй, чтобы чуть-чуть народ взбодрить. Во-первых. Во-вторых, потому что я хочу в женский рынок плотно уходить. Сейчас, кстати, очень заметно, как барберинг вот этот трушный, типа мужицкий, перерастает в какую-то общую историю. Наверное, мы немного уже перерастаем более в салонную какую-то нишу. Есть, есть. По мейнстейшам заметно последним, потому что там есть куча женских мастеров. Каларабы уже и все. Да, да, да. Это прикольно. Когда ты барбер, и ты вот стрижешь там два фейда свои, высокий и низкий, ну, средний, средний, дай бог, и круглую градуировку. Ну, да. По башке. И тебе говорят, слушай, а есть еще вот столько всего. Вау. Я всегда говорю, очень прикольную фразу, которую мне сказали очень давно, что барберы удлиненные дизайны воспринимают как 10% барберского рынка. Не забывая о том, забывая о том, что сам барберинг – это 10% парикмахерского рынка. Да, в лучшем случае 10. Да. Это если взять бреки у бороды. Да, да, со всеми допами, со всеми. Мы настолько маленькие, и еще в этом узкопрофиле еще становится более узкопрофильным, и еще и это не делать, то это смешно. Ну, то есть мастер мужской, неважно, барбер он себя называет, или мужской парикмахер, он должен уметь делать все услуги, которые нужны мужчине. Ну, кроме там массажа простаты, допустим. Я смотрел на твое интервью, в котором ты тоже упоминал массаж простаты. Ну, это тоже шутка. Это мы с этим стебались. Девушка была какая-то. А, значит, и три уже. А, нет. Значит, с девушкой. Нет, просто я пытался смотреть. Не, ну, это, это, я не просто так это, и это не, не редко достаточно говорю. То есть я это говорю часто, когда меня спрашивают, а что ты думаешь по поводу доп. услуг? Я говорю, что это классно, главное не заигрываться. Ну, типа что. У меня многие коллеги прям до сих пор очень тяжело к этому отзываются. Хотя рынок готов, чуваки готовы платить. И многие ждут того, что ты им предложишь чуть больше, чем он привык. Да. Вообще сейчас такая тенденция, что стричь мало. Очень сильно. Стричь достаточно, если ты готов зарабатывать определенную там сумму в месяц. Ну да, грубо говоря, фиксировано. Да, да, таксо. Да. Просто фишка в том, что, ладно, если говорить там про длину, мы там еще, там даже в той же Москве конкурируем с многими за счет, наш шок конкурирует за счет длины, потому что мы все рекомендовали в этом, и моя команда все классно стрягут длину, потому что я их гоняю за это вдвойне. Было бы странно. Да, да, ну да, да. Я ему говорю, не дай бог, у меня кто-то залажает круглую градировку, я, блин, шоп закрою. Не гоните. Вот, ну я к чему веду? Я веду к тому, что мы еще конкурируем, допустим, на длине, но когда это какой-то кабриолет, или какая-нибудь там по бокам покороче, сверху подлиннее, то экспертом этой стрижки уже давно не модно быть. Амбассадором. Да, амбассадор, да, 369, знаешь, типа вот-вот. Это уже давно не статус, и поэтому самое прикольное, что и внутри сферы нашей, и снаружи для клиентов, ну типа, ну ровно, молодец, ну типа, ну ровно. Ну да, то есть ты не можешь уже клиенту предложить, сейчас будет так, только, ну что ты можешь? Филерну побольше, поинтката побольше. Особенно кабриолет. Да, особенно кабриолет. Ну вот углы зафилерованы. Мы плавно переходим к тому, что барбер должен быть незаменяемым каким-то персонажем в барбершопе, на что может повлиять, как там доп. услуги, какой-то качественный сервис, общение, например. И тоже смотрел одну твою интервьюху, и я с тобой пиздец как согласен в плане общения, что барбер, который не общается и стрижет, пусть даже очень классно, очень ровно, очень четко, то это просто руки с инструментом и все. Факт. Скажи им, пожалуйста, еще раз. Хорошо. Да, да, я почему-то так и думал, что мы к этому придем. Как к этому не прийти? Я в целом считаю, что 70% сервиса, сервиса именно, мастера, это общение. Ну то есть 20... Есть много примеров мастеров, которые стригут достаточно средние стрижки. И у них полная запись. Невероятно популярные, с огромным ценником. Да, да, да. У меня был один коллега, который умел стричь только хай-фейт. Типа прям просто хай, что аж макушка сейчас отлетать будет. Вот такой. Вот на моей голове особенно. Да, и он уже пошел туда, знаешь, то есть вот такой хай-фейт. Уже на изгиб полетел. И сайд-парт такой, знаешь, где очень маленький уголок с одной стороны. Проборчик, да. И на бок. У него отряд, я не могу сказать, что это база клиентов, это отряд клиентов. Рота-солдат. Да, рота-солдат, да. С одинаковыми стрижками. То есть мы угорали, даже когда они друг с другом пересекаются, они как будто один другом перекинули. Я просто... То есть, Ctrl-C, Ctrl-V. Просто одинаково. Но он настолько харизматичный тип, и у него... Он очень похож на мексиканца, и он такой из 90-х, такой тип. Он похож на мексиканца, весь заваленный, вообще наглухо. С усами. С усами. Да. Но он при этом очень добряковый чувак. И с ним есть о чем пообщаться. Просто. Ну, то есть там они тарахтят с клиентами без остановки. И вот ему не надо даже. Вот он просто на этом сайт-парте, у него всегда полная запись. Мы ему поднимали чек, он у меня работал в команде. Мы ему поднимали чек, не знаю, раза три. И никто не спалился. Вообще не двигалось. Вообще не двигалось. Все, вот. Просто вот прошлый месяц, опять же, Ctrl-C, Ctrl-V. Это какой был год? Это был 16-й, я думаю, год. Сколько тогда у него стоила стрижка? Ну, то есть... Быше среднего по рынку. Да, да. Это 1700, потом стало 1900, потом мы подняли до двух, там, с копейками. В 16-м. Да. И ничего не поменялось. Вообще ничего. Вот чуваки, достаточно стрича. Достаточно дерьмовые стрижки для того, чтобы круто зарабатывать. Да, просто общение. Общение важно не просто потому что... Да потому что, я не знаю, вот как по мне, мои клиенты не обращают внимания, как я стригу. Ну, вот они обращают конечный результат, им процесс вообще не интересен. Ну, так называемая погрешность. Да. Вот там полтора сантиметра. Да, да. Не, ну, то есть я имею в виду, что по-любому я даю чистый результат, даю им как бы желаемый результат и чуть-чуть больше от себя, но им неинтересно на это смотреть в процессе. Я вот про это. Просто я, допустим, искренне не понимаю, особенно еще, если кресло отворачивают и молчат, то это вообще странно. Ой, я любитель, у меня карусель постоянно. Не, ну, я вообще кресло не трогаю, вот я из этих. Вот он у меня всегда в зеркало смотрит. Это школа чья? Это школа старая. Пол Митчелл? Да, да, да. Да нет, просто никто раньше не крутил. Это в барбершопах крутили, потому что в падлу было бежать за насадкой. Как будто клиент должен контролировать процесс. Четенько. Мне просто не надо это. То есть крутят, по идее, кресло для твоего удобства. Ты же для своего удобства. Да, да, конечно. Да я же фейдики там дорабатываю. А мне как будто не надо. Ну, то есть, ну, мне нормально. У меня есть боковой свет, если мне надо прям пофейдить. Блин, хоть это редко происходит, но происходит. Геро фейдит. Да, я фейдил. Когда мастер-класс? По фейдам? Я вообще хотел угореть, я даже придумал название. Я хотел бы его назвать Simple Fate. Поним, простой фейд. Simple Dimple. Да, как Simple Dimple. Мы от этого и начали угорать. Вот будет Simple Fate. А большевелизм. Короче, да, я там беру, просто с открытого ножа фликую и типа вот. Доработка? Дорабатываю. Да, конец. Вот. Ну, то есть мы с Колей об этом разговаривали, генерал, о том, что я говорю, что видишь, ты подходишь к удлиненных дизайнам, к чистым формам и потом к доработке у них. А я подхожу к комбинированной форме и потом к без доработки. Без персонализации. Без персонализации. А у тебя в фейдах, а у него в фейдах наоборот. Он подходит детально, а я, грубо говоря, делаю чистую форму и дорабатываю. Мы просто поменялись. Такая аналогия была прикольная. Было бы прикольно. Я бы чисто по приколу сходил. Я не думаю, что прям ты изобретешь в фейде что-то новое кардинально. Это уже невозможно. Да, да. Я буду двигаться не сверху, не снизу, а сбоку просто. С серединой. Да, с серединой принципиально. Вот. У меня будет гайд. Ну да, когда на какой-то мне что-нибудь придумать. Я не иду в фейды не потому, что даже не люблю их. То есть мне нравятся иногда градиенты какие-то интересные вставлять. Просто я не знаю, что я могу нового дать. Я искренне не знаю. Ну то есть вот я понимаю, что я могу дать там с помощью нашего алгоритма, шевелизма, с помощью нашей какой-то идеологии. Я могу дать структуру, понимание, стрижки, там что-то. какие-то процессы, какие-то размышления, которые ну как бы усовершенствовали процесс. Но я в фейде искренне не знаю, что сделать. И оно, то есть я понимаю, я же человек такой инженерного характера. То есть мне надо в голове понять, прежде чем говорить или прежде чем делать. Поэтому, допустим, меня астрология никогда не заберет или еще какая-нибудь тема. Потому что я этого не понимаю и не пойму, и мне надо увидеть. То есть я реалист. Вот я вижу стакан, вот он есть. И так же у меня в фейде есть общая структура, которую можно дать и она работает. И неважно, сверху вниз, снизу вверх пропускаешь, ты low, middle или high, это или это какие-то, не знаю, темплы, видишь, я даже в терминологии разбираюсь. Хотя бы знаешь, что такое темпл. Да, хотя немного фейдеров даже это знают. Давайте так. Что такое темпл? Тейпер, но только маленькая частичка тейпера. Ну в целом это тейпер, отдельно на височной зоне. Вот на, допустим, на какой-то магавке или на каком-то малете. Тейпл фейд, на экфейд вместе. Тейпер фейдер. Да, и это не все фейдеры знают. Само это забавно. Да, но фишка, короче, я к чему это все веду? Я это веду к тому, что вот это и есть алгоритмы. Ну то есть они разные. Там ты меняешь насадки, один кайфует под своим, другой там массу сносит, там угол проекции свой создает на расческе, другой это делает огромной насадкой. Но в целом от перестановки слагаемых ничего не меняется абсолютно. И соответственно у меня есть выбор идти этот курс ради коммерции. А я же не тупой, я понимаю, что это самый коммерческий курс. Я понимаю, что есть куча городов, в которые я ближайшие пять лет еще не приеду, потому что у них нету достаточного запроса, чтобы сделать небольшой мастер-класс. То есть я понимаю, что на фейдах я бы вывез. Но накидываю... А ты говоришь о том, что с удлиненками ты бы не поехал. Да, да, не поехал. Да, да, да. Я просто там не сильно нужен. Есть куча городов, которые построены вокруг завода. И там только у директора удлиненка и то, потому что ему впадло уходить. К нам приезжали девчонки на обучение тоже с соседних городов в Красноярском, с области. И они такие, блин, прикольно. Ты еще... Софи тогда преподавала удлиненочки, она там малит и вот эти красивые пейсы, там разные дисконнекции, прогрессии и так далее. Они такие, ну, очень классно, но у нас никто не будет такое носить. Да, да. К сожалению, есть эта улит... Как это называется? Улитариальность. Утилитарность. Утилитарность, улитариальность. Это какая-то вера новая. Вот, к сожалению, к сожалению, никак. Да, да. Лет через 20, может быть. Ну, в рамках коммерции я бы смог бы придумать такое, если бы у меня было желание только заработать. У меня есть искреннее желание сделать пользу. Ну, то есть, вообще, я такой человек, который, если что-то не приносит пользу, то тогда нахер это делать. Да. Ну, вообще, это, наверное, старость. Блин, после как мне 30-ка перевалила, я сразу начал размышлять на какие-то такие темы о скоротечности бытия. Я понял, что я не хочу делать что-то, что не приносит какой-либо пользы в дистанцию. Мне, либо ребятам, которым я это делаю, вообще, людям, для которых я это делаю. Я просто однажды услышал фразу, она меня так зацепила, и я такой, блин, кайф, это моя новая креда. Будет ли это важно через год? Я стараюсь не делать ничего, что не будет важно через год. Ну, то есть, не делать, как бы, не рефлексировать, а делать что-то сразу куда-то с целью. С перспективой. С перспективой, вот, да. Вот, и поэтому я понял, что с фейдами я никуда далеко не уеду, потому что мне придется накидывать пух. Ну да, мне придумают. Вот, обратите внимание, у меня 4,5 из старой машинки Oster 98 года, поэтому у меня более бархатный фейд. Ну, то есть, как в свое время сделал там Джош со своей тройкой, старый, со старого Волана. Ну, то есть... А, это айконовская, которая самая 2,4, которая дает бархатный хайфейд. Да, да, да. Блин, помню, все покупали. Даже до сих пор можно найти. Ну, только... Вот прям настолько она прям... Нет. Ну, то есть, понимаешь? И вот мне придется придумать свой пух, и... не готов. Есть тем более классный фейдер, типа, того же Межева. Межева очень круто, ярко выстрелил в последнее время. Да, ну вот, мне нравится. Это разговор о поколениях. То есть, как ни крути, я ращу себе своего как это? Как это у доктора зло был? Минимо вот этот маленький. Мини Шевелл. Да, только у меня он двухметровый. Это Игорь. Игорь Кат, привет. Потому что поколения разные. Поколения разные, и не все пойдут уже на Колю, пойдут на Межеву. И реально приходят фрешмены, прикольные ребятки, которые барберинги, им уже Межева ближе, потому что там дядь Коля, а тут Коля. А, еще два Коли, кстати, да, там дядя Коля, а тут Колян. Ну, у них принципиально разный подход к обучению, к программе, в принципе. Конечно, конечно. Потому что я был на Коле, я был, блядь, на всех в России, наверное, по Фейде. На всех Колях был ты. На всех Колях, да. Многим не понравилась история про то, что вышел Межеву, и сказал, да, блядь, Фейд, это вообще очень простая хуйня на самом деле. А вышел Коля, сказал, ни хуя, сейчас будем 6 часов теории валить сначала. Ну, ты про Коли Генералова. Я на нем давно был, контраст большущий. И я такой, да, да, вот это, типа, так и есть. А чуваки некоторые сказали, бля, что-то он, типа, слишком просто все рассказал. То есть, им нужно было подушнить. Ну, там, у разного свои, у разных людей свои запросы. Смотри, есть, вот как в удлиненных дизайнах, смотри, есть же преподы по удлиненным, их хватает. Ну, то есть, возвращаясь к твоему первому вопросу, почему шевелизм на него ходит не один раз. Потому что, ну, мы душнилы, да, так вышло. А я сегодня рассказывал, мы сидели вот в подсобке Аш-Академии, что-то болтали уже после мастер-класса. И вот какой привел пример. У меня там ученица спросила, что, вот, Юр, а всегда так сложно учиться? Я говорю, я говорю, тот факт, что тебе сложно, и то, что у тебя всплывает такой вопрос. Это говорит о том, что тебе не все равно. Значит, ты учишься, у тебя там шестереночки. да, то есть, они, у тебя мозг в этот момент работает, и ты стараешься переварить. Это искреннее старание. Есть люди, которые, вот, у меня такие были, таких немало, которые приходят на мастер-класс, нихрена не понимают, и говорят, ну, не сложно, а когда следующий посложнее? Я говорю, ты хоть тут что-то понял. На отработке что делают? Да, что, сайт-парт делают, что-то. Вот. Потому что у них информация идет по верхам, то есть, они слышат тезисы, градуировка, слой, текстура, методы, текстура, формы, круг, квадрат, треугольник. Все, как везде. А тот, кто искренне понимает алгоритм, пытается, по крайней мере, понять, ему сложно, но так и есть. Я вот приводил пример, вот, допустим, я не знаю, в какой ситуации тебе надо сегодня получить энное количество никотина, ну, понял, в организме, ну, то есть, энное количество. Ты можешь выкурить 10 сигарет, там, не знаю, Parliament One, это какая-то реклама, блядь, получается. У нас в Москве до сих пор еще продукт плейсмент. Курение это плохо. Да, курение это плохо, да. Аж кедишки, самое, ну, вот, Parliament One. Тебе заплатили. Да, это да, не буду скрывать. Слышите, сберд заникнул. Короче, ты можешь скинуть, короче, единички покурить 10 штук, а можешь Найт пойти взять, бахнуть сразу одну, так, что тебя аж падут под... А лучше приму тройку. Да, приму тройку. Свяжитесь со мной. Да, И со мной тогда. Мне ваш нужен мерч. Вот. Короче, то есть, а можешь скурить одну, но тебе после нее будет плохо от перенасыщения. Но сам факт, как результат, ты получил ту дозировку, которую тебе надо. Но организм не готов такую дозировку получать, и поэтому ему аж... Ну, я всегда говорю, если после мастер-класса не болела голова, значит, херово слушал. Ну, то есть, так вышло. И я не могу просто по-другому. Ну, тут я искренне буду себя не любить, если я не буду настолько же выкладываться, насколько каждый раз на своем любимом мастер-классе. То есть, по той причине, что есть 100% информации, и ты с мастер-класса забираешь 20. Ну, понимаешь? Да. В среднем. В среднем. Кто-то и больше. Кто-то и больше. Ну да, ну да, то есть я говорю про среднее, да, конечно, про общее. Давай возьмем 25, чтобы мне казалось, что мы вообще в общее все. И это не зависит от сложности мастер-класса. Вот к чему я говорю. Понимаешь? То есть, это зависит от коэффици... Ну, то есть, знаешь, есть КПД, коэффициент, грубо говоря, полезных действий, полезного времени. То есть, и если за час прозвучала только одна полезная фраза, то не шанс, что ты ее запомнил в конце дня. Потому что в это время твое, ну, то есть, твое внимание не эту минуту из этого часа захватило с собой домой. И поэтому получается, что чем больше полезного в часу, тем больше шанса, что много с собой заберу. Или часе. Как по-русски? Я просто немножко не русский. Часе? Часе, да? Часе. У тебя сколько ЕГЭ было? У меня ЕГЭ был, у меня не было русского языка. Я же в Украине ЕГЭ сдавал. У меня история у Крымы, украинский язык и английский. Тогда позволительно. Тогда позволительно. Да. У нас может так говориться, я уже не помню. Вот, я к этому веду. Я веду к тому, что чем больше пользы в минуте, тем больше шансов, что, ну, в минуте мастер-класса, тем больше шансов, что человек с собой много заберет. И, возвращаясь к твоему первому вопросу, почему ко мне ходят не раз? Потому что люди идут в мастер-класс и в конце мастер-класса за следующими порциями 20%. Слушай, да, возможно. Я примерно, наверное, на второй так же и пошел. Думаю, блин, что-то я ухватил, но что-то было, но что-то я уже и как бы подзабыл. Плюс мы постоянно его видоизменяем. И, допустим, сегодня демонстрация, ой, отработки, которые мы делали, мы строили их на принципах, которых не строили, допустим, тоже на прошлом. То есть, я ввожу новое. Сейчас для меня очень интересная штука, которую хочу вести. Ты же препод-мастер тоже, и я думаю, что это и в эфир будет прикольно. Я начал рассуждать чуть-чуть много о наклоне головы при построении техники, о наклоне головы в одну или другую сторону и о развороте, поворот, да. И можно сделать вывод, что в целом на технику влияют три фактора, да. Твой угол среза, градус оттяжки, по-вашему, илевация, наверное. По-нашему? Да. Нет, у вас градус оттяжки тоже? Нет, илевация. А по-вашему? Градус оттяжки. Элевация — это только в больных танцах. Слушай, а не ты про элевацию говоришь? Не мог. Точно? У меня есть даже стикер про элевацию, я покажу, там два мужчины сосутся, вот это для меня элевация. Вот. Короче, я веду к тому, что наклон головы тоже прикольно влияет, и у него есть свои особенности. И я недавно думал вот о чем. Интересно подушнить чуть-чуть? Пару минут. Давай попробуем. Пару минут душнины от Шерла Юра. Сегодня в этой студии собрались два человека с очень ровным тембром голоса. Да, да, да. Но мы такие, мы можем смело снимать эти, как это называется, когда там шелестят, там ASMR. ASMR, да. Мы можем в целом снимать. Короче, я вот о чем недавно думал. Смотри, вот представь себе, я хочу, мы сегодня это делали на отработке, и я просто хочу, чтобы ты подумал со стороны, так как ты не был, классно, как заменить это действие. Вот о чем я думал. Вот смотри. Наклон головы. Вот в этом именно случае. Вот представь, я стригу затылочную зону и не хочу делать, наклонять пальцы. Хочу стричь, ну, держать 90. Неудобно, это самое неудобное положение, особенно в вертикальных секциях. Я хочу оставаться в 90 по положению пальцев, да, то есть у меня, говорят, с оттяжки, то бишь ливаться будет 90. Но за счет наклона головы у меня верхние волосы на моей зоне будут увеличиваться, правильно? Вот я наклоняю, они увеличиваются. Автоматически я получаю градуировку. И чем ниже наклон головы, тем больше градуировка. И вот смотри, теперь прикол. Вот в этом положении наклона головы я буду стричь просто 90 в круглой форме. Понятно? Угу. То есть я буду двигаться в круглую. Не меняя наклон головы. Не меняя наклон. Он всегда наклонен, наклонена голова вниз. Угу. Что произойдет? Произойдет тот факт, то, что в центральных там трех секциях будет, грубо говоря, градуировка там 60, потом она будет уменьшаться постепенно. Да, будет 70, 75, 80. И в итоге, ты когда подойдешь к этому месту, твой наклон головы не решает ничего. Угу. Понял? Она сама уйдет на нет. Ну, по сути, то, что сейчас и делают в основном в стрижках, это слои на висках, гардюровка, ну вот это... Да, гардюровка затылок, виски. Ну, то есть, понимаешь, в чем прикол? То, что она сама уйдет. У меня нету рассинхрона между техниками, грубо говоря, за ухом. Она сама приходит к слоям. Надо будет простричь такую историю. Я недавно, мы, не знаю, года пол назад это придумали и начали вот, ой, извиняюсь, вводить. Там никто. Я вот за это, я, кажется, извиняюсь. Вот. Мы недавно до этого доехали. Именно вот в этом, именно в этом месте. И я вот о чем начал думать. Как заменить это? Как сделать так, чтобы у меня у каждой секции менялось, уменьшался градус гардюровки? Прикинь? И мы не нашли вообще ответа на этот вопрос. Представляешь? Как стричь это в ровном положении головы? Как получить этот результат? Радиальные секции. Но ты их не проконтролируешь так. Особенно в гардюровке. Это одна из моих гипотез. Никак. Прикинь? То есть тебе нужно постоянно чувака просто контролировать, чтобы он... Чтобы он просто держал в одном положении голову. Что в принципе несложно. Да. И да, особенно вниз. То есть не надо там по диагонали, на бок, ничего. А просто вниз. И получается то, что по сути мы придумали новый какой-то способ стричь-градуировку. Он искренне новый, потому что я не могу... И получается новый результат. Понял? То есть результат-то тоже новый. Однако. Уменьшение градуировки просто за счет наклона головы. Постепенно уменьшение по изгибу. Вы охуели, надеюсь. Я тоже. Мы просто... Мы охуели. Мы с Игорем сидели вот так на друг друга смотрели. Придумал. А у него же сейчас классный... Ты ему помогал с этим? Или он сам как-то разобрался с визуальным... 3D-шным? 3D-головы. Что это вообще было? Как это получилось? Короче, мы начали гонять эту тему... Он говорит, прикольность и сделать 3D. Я говорю, да, это суперкруто. Мне просто скинули несколько чуваков такие, что это такое? Это как вообще? Да. Почему еще нету такого нигде? Потому что это сделать дорого. Это дорогое удовольствие. Реально дорогое. Да. То есть 3D-моушен... Это специальный чувак, который этим занимается, по ТЗ делает... Два месяца. Два месяца. Выглядит довольно просто. Да, в этом-то и прикол. Моторика движений, каждая палочка, каждое это движение, это все, по сути, не просто анимация. Это, грубо говоря... Это элементы в 3D, которые там шевелятся. Да. Потому что оно еще ходит по касательной, и ты видишь со всех сторон. И самое жесткое, ты же не рисуночек делаешь. Он же должен точно соответствовать. Это же схема, она же должна быть точная. И ты не можешь приблизительно намалевать. Поэтому очень много ТЗ, очень много проверок. Это геморрой жесткий. Но в чем выиграл Игорь? То, что у него родной брат двойняшка. Занимается моушен-дизайном. Да, моушеном занимается. И они еще вместе живут, и они просто собираются вечером и пилят схемы. То есть они сейчас... По сути, он потратил 0 рублей на это. Да. По сути... Но мы говорили с... Вот Ярик зовут второго Яра, и мы с ним говорили, он говорит, я бы за это много брал. Потому что это только я Игорю делаю, пошел брат из дома выгонит. Конечно, я думаю, у всех появилась такая идея, у тех, кто проводит мастер-классы, обучение, что-то такое реализовать. Сколько он ценник примерно? Я не знаю, я думаю, что... Ну, я думаю, что штуку баксов будет обходиться одна схема точно. Одна схема, одна из триллионов. По сути, он может конструктор собрать, на котором можно быстро что-то делать. Вот там, короче, получается, да, но там тяжело это собрать. Вот мы с ним говорили об этом. Потому что мы хотим... Ну, это, блин, спойлер, но прикольный, ладно, спойлер. Мы в целом... Шевелизм новый, и вот весной я когда поеду, и мы сейчас Total, который доделаем с Игорем, новые там форматы вводим, он уже будет построен весь на 3D. Мы все это делаем в 3D. Но это не из конструктора, это каждый раз заново. Каждый раз все отрисовывается заново. Заморочено, но если бы мне, когда я еще учился там на базе или где-то на первой МК ходил, мне показывали бы не вот так фотографии со слайда, и какую-то схему вот с этой кривой башкой, которую ты обычно рисуешь, кстати. Да, да, мы эти... Вот, а вот такие штуки, у меня бы понимание сложилось там в 10 раз быстрее. Быстрее, потому что в объеме ты это понимаешь. За такую инфу можно платить больше денег, потому что она быстрее тебя приведет к какому-то осознанному результату. Факт. И опять же, я говорю про штуку баксов, это я так на скидку, возможно. Возможно и больше. Да. Потому что я знаю, что у меня есть типы, которые рисовали логотипы просто в моушенном дизайне, которые они там брали по 100, по 150 тысяч логотип. Жуть. А эти схемы он использует для онлайн-курса? Нет. Просто? Он их просто швыряет? Да, представляю. И поэтому, именно поэтому он один такой, потому что... Мне кажется, никто не готов онлайн такое запускать, что просто спиздили. Да. Просто подарить бесплатно. Просто потому, что могут. Вот и все. И именно из-за этого мы этого не видели. Потому что, может быть, это у кого-то есть. Это недалекое какое-то там, неизведанное. Это для нас неизведанное. А для 3D-моушера это... Ну, это сложно, это долго, но это делаемо. Мы сейчас... Блин, мы в 2006-м сняли «Трансформеры», о чем тут говорить, и «Матрица» в 98-м. И там моушеры посерьезнее были, чем... Там чуваки годами рисовали. Да, да. То есть, понимаешь, это можно. Просто никому в голову не приходило сделать это просто для того, чтобы выложить вот это. Я думал, что это части какого-то курса, который он тизерит вот так. А потом мы пришли к тому, что надо делать курс. И вот мы сейчас начали его пилить. Но у нас геморроя еще просто много. Мне вот интересен... Ну, договори, и я потом... Не-не, давай-давай-давай. Мне интересен просто онлайн-формат обучения. Он одно время появился. Все что-то попробовали. Каждый написал какой-то свой курс, визуал и так далее. И вся эта история закончилась. Очень быстро. Из-за сливов? Из-за сливов. На меня подписалось за последние пару лет, наверное, 15 аккаунтов, которые предлагают прям сливы-сливы. Купи. О, можно? Вот я скажу по поводу. Давай. Можно грубо сказать? Давай. Отсосите все, кто продает сливы. Причем прямо у друг друга и можете за 300 рублей, за цену мастер-класса, который вы продаете. Короче... Русская вот эта вот идея о том, что надо все бесплатно. Это русский сраный колхоз, менталитет. И меня это никак не оскорбляет, не обижает ни в коем случае. Я успел и заработать, и порадовать глаз других людей. А те, кто не смог додуматься сам что-то сделать, а просто пиздит и продает дешевле, то таким место на Авито. Пусть идут в сраку. Вот. И, короче, но, но, ты эмоционально теряешь накал, когда знаешь, что какой-то мудак сейчас возьмет, это перельет. Не потому, что денег меньше сработаешь, а потому, что он в этот момент обесценивает. Понял? Очень сильно. Из-за этого происходит. Дело вообще не в деньгах. У меня была куча ребят, уже когда появились сливы, которые говорили, что, чувак, мне прикинь, постучались со сливом, и я вспомнил, что у тебя онлайн, и я пришел к тебе, давай у тебя возьми. Как реклама сработала. Это, наверное, такой очень небольшой процент. но это тоже было, я к этому. Но я про то, что, да, чуваки, 15 тысяч за мастер-класс, это тоже недорого. Можно. Главное, вы внимательно смотрите. Тот же проблема в том, что за 300 рубков покупает видос тот чувак, который, я уверен, посмотрит этот видос один раз. В лучшем случае. Пока будет хавать на кухне, понимаешь? Мне ребята просто, ну там, коллеги, неважно, такие, а я вот там слив купил, короче, на, посмотри. Но, бля, я их не смотрю. Даже не потому, что мне неинтересно, и там, абстрагируясь от того, что сливы это хуево, и это в целом обесценивание информации, да он бесплатный просто. Это какая-то инфа, которую я, скорее всего, на нее уже давным-давно положил болт. Нету, нету ценностей, нету. Да просто, мы не настолько большие, вот лидеры мнения, которые, сколько нас там, которых сливают, человек 10 от силы? Ну, 10, 15. 15. Мы не настолько большие, чтобы у нас пиздить. Ладно, если бы я продавал свой онлайн со штуку бакса, и ты паришь его за пятерку там, и ты довольно зарабатываешь неплохо, и чел искренне, который думает, копить мне или взять, но там диапазон цен, типа, у меня шевелизм на месяц был, там, где было 40 уроков, 40 часовых уроков. А подписка? Стоила 2 тысячи. 2 тысячи, потом мы подняли до 5, и чтобы, потому что я не успевал делать, у меня прошло, по-моему, 6 тысяч юзеров, типа, вот так, за пару лет. Кто-то остался, ну, это я имею в виду покупок, то есть, это кто-то продлевал. А как сильно, кстати, повлияла вот эта история со сливами на количество народу, которые онлайн берут? А я перестал продавать их просто. Мне впадло стало. Во-вторых, потому что я никогда не верил в онлайн. Шевелизм онлайн появился исключительно, потому что мне надо было 30 тысяч дать коллекторам, у меня карточку было закрыть. И я такой, ну, думаю, ну, это вот так сейчас уже, можно об этом говорить? Под нагрузкой. На ковиде. На ковиде я сидел, я закрыл шоп, в Москву закрыли надолго, я уехал, и такое, мне звонит коллектор, и говорят, давайте оплатите уже. А я говорю, мне не с чего, ну, мне нет денег, я не работаю, мы не работаем, мы два ИП-шника, мы не работаем, мы на ковиде сидим. Я думаю, бах, один онлайн, чисто, вот просто закрыть эту фигню, думаю, по-любому. Ну, польза, польза будет сто пудов. Да, но я думал, что вот как раз, ну, ты понимаешь, я рассчитывал, что я у нас мастер-класс, этого заработаю, 30 тысяч рублей, и я думаю, офигенно, с головой. Я покупаю эту болванку на Вайлбере, знаешь, сомнительного качества, беру кента там. У которых макушки вот здесь. Да, 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 беру кента, какой-то штатив такой, полу, БУ, короче, вот. И думаю, сниму два прямых эфира, там, разберу дизайны какие-то, или три, там, я не помню, как я решал этот момент. И у меня просто так вышло, что в Крыму был кривой интернет. Он классно принимает пакеты, то есть ты в 4К классно смотришь фильм, но при этом ты не можешь отдавать пакеты, понял? То есть ты не можешь трансляции, вести прямые эфиры и тому подобное. Плохо, ну, плохая передача данных. И я выхожу в прямой эфир, и я продал, а, я начал продавать, и продал в итоге за, там, не помню, две с половиной, по-моему, две. Я-то думал, соберу там 10-15 человек. Я продаю 67 билетов, типа, 67 ходов. Я думаю, а, ну, типа, серьезно? Вот такой спрос. Наступает прямой эфир, и у меня не получается, я вкратце буду, мне не получается, я говорю, ребят, давайте так, я буду раз в неделю сниму, сниму вам 5 уроков, отдельно разберу, прямо на видео, вывожу в этот закрытый аккаунт, в качестве извинения, это будет 5 уроков, а не просто видосик, как я стригу, и у вас еще будет месяц это все смотреть. Ну, я плюс понимал, что они качнут, ну, то есть, а там два теоретических, один какой-то там, просто о разных темах, которые... Качнут на телефон, в смысле? Ну, да, да, все равно, там, запись экрана где-то надо, или пошел, нажал там, сейчас скриптов куча, не суть, скачнут, качнут, не качнут, все равно, то есть, я понимал, что я готов это дать, это еще в качестве извинения, потому что реально они ждали, я завтраками кормил, говорил, вот-вот, сейчас уже все, сейчас пойдет, сейчас готовимся, я ждал эту болванку, пока она придет, вот, и в итоге я ухожу, и ничего не происходит, я извиняюсь, говорю, все, давайте делать, выходит первый урок, и все начинают, все, кто подписан на закрытые, это там вот эти 67 человек, начинают постить в сторис, о том, что посмотрел первую серию нового сериала, шевелизм онлайн, типа начинается то отравить, угорать, и я за три дня собираю 220, плюсом к тем, что сейчас, да, я такой, я заработал почти там, не знаю, там около полумиллиона, я такой, серьезно, так вот это работает? Это за один урок уже? Ну, типа, вот я в течение, там пока выпускал, там в течение месяца я заработал, ну да, около полумиллиона, я такой, в целом можно в Москву не возвращаться, можно дома, в целом можно дальше и курсы никакие не прилагать, да, просто их этот пытаться продавать, и все, то есть, это вышло случайно, у меня никогда не было запроса на то, что онлайн, вот за ним впереди, почему? А, из-за сливов, Б, потому что, короче, я бы с удовольствием, знаешь, делал какую пакость, я бы делал бы онлайны, но на английском и испанском языке, без русского. Сейчас вышла нейросетка, которая переводит, ты видишь? Ну да, да. Переводит твою речь онлайн, на любой другой язык, и губы перерисовывай дальше. Серьезно? Ты не видел? Нет, про губы не видел. Это вообще пиздец. Там мемы все, вот эти, с кандибобером и так далее, их просто переделали, и там даже незаметно, что губы нарисованы. Офигенно. Так что тебе бы не помогло. Да, так что все равно меня вернули в Русь обратно. Она причем бесплатная, и голос даже тот же, один в один, вообще незаметно. Офигенно. Офигенно. Вот я сейчас хочу, вот у нас есть такая тема, мы хотим книгу вводить онлайн, у нас очень много запросов по книге, на такой, на какой-то агрегатор, книжный агрегатор. А там как раз защита жесткая, на книжке, что ты не скачаешь, не заскринишь, там никак не спиздишь. Там ты скринишь, черный экран. Все. И сам прикол, что у тебя аккаунт заканчивается, даже действие аккаунта, у тебя есть ссылок, в которые тебя перекидывал, выбрасывал. Вот. И мы туда хотим ее на разных языках выпустить. Потому что запрос есть еще туда. В других стран? Да. У нас в Бразилии большой запрос. Ты знаешь, что у Игоря, вот на моего Игоря, первое по процент посещаемости аккаунтов, Бразилия, потом идут Штаты, а потом только идет Россия. Вот. Как со стрижками в Бразилии, интересно. В Бразилии новый рынок, это мы в 2014 году. И в целом после... Круглые формы, высокие фейды, бельтые проборы. Ну вот что-то такое, я видел в Инстаграме у них. И пошли уже малятые, пошли такие ламонаки. Футбольные малятые. Да, да. Сзади челочка еще. Ну то есть это уже начинается, и клевый рынок. Клевый рынок. Вообще сейчас рынки некоторые новые открываются. Я был в Грузии, вот давно с Пименом, из Жиро, с Италием. Вот. И мы делали МК, Тбилиси и Батуми. И тоже рынок мертвый, новый, просто вообще... И сам прикол, что на мастер-класс пришли... Русские. Да, да. Которые инфицировали тогда. Да, 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 и все. И у меня был... Но мне было приятно вот что. Был в Тбилиси один грузин, коренной житель, и говорит, я вообще в шоке, почему наши не ходят. А оказывается, у них ментальность такая. Типа они на курс с нуля идут, и типа, ну я же выучился. Ну все, значит, сам я дальше буду задрачивать, пока не выучиваюсь. Я же умею, я же навык получил, все зачем мне дальше. Вот я все умею. У них, видимо, пока нет запросов на что-то более кайфовое. Ну да. Клиентский запрос, нет барберского запроса. Понял, в чем прикол? Ты идешь по Тбилиси, все потлаты. Все модники потлаты. Все просто. Мы модели, и вот так вот мы вышли, вот так мы в центре города где-то. Мы вообще в барах делали МК. Просто по приколу. Мы даже академии не брали. Вот просто там сразу же делали автопати. Это был просто такой туристический МК. То есть мы просто ездили и дарили информацию. Вот. За небольшие вообще там копеечные деньги. Вообще я даже не хочу переводить на русский, чтобы мне было стыдно. У них что там за валюту? Эти? Лари. Лари, да. Мы брали там 100 лар. Это типа 3000 рублей мы брали за... Представь, я именно уже за 3000 сходить. Покасали. Просто покасали. Еще и не онлайн. Да, да, да. Просто вот мы к вам приехали. И потом с вами будем тусить. И все равно народу мало. Да. Прикинь. Пиздос мне ценят. Им просто пофиг. И вот к чему я веду. Я веду к тому, что запроса на длину, допустим, ладно, там фейды более-менее как-то по видосикам научились. Запроса на длину к уйму. Мы вот так выходим на улицу, все потлаты, и мы подходим. Ну, я сходу на английском начинаю говорить там. Кто местный, кто просто говорит на английском, скрывается, что он русский. Вот. И я говорю, я сегодня вот хочу тебя подстричь, у нас мастер-класс. Он говорит, конечно. Конечно. Мы показываем инстит там наши, и они понимают, что мы нормальные типы, что мы не будем калечить, да. И не будет фейда, будет длина. А они ходят потлаты как раз в год стрягут фейд? Нет, они ходят потлаты и не знают, что будет дальше. Потому что они переехали полгода назад и не знают, где стричься. Понял, какая фигня? То есть запрос огромный на длину, и все хотят остаться на длине. Не просто там, а хотят остаться на длине, но нет предложений. Ну, это вот история, когда ты ходишь, отращиваешь, отращиваешь, потом грустно идешь стричься, тебя забревают. Грустно забревают. Грустно забревают. Ты еще месяца-полтора ходишь, стало кайфово, еще полтора месяца, а потом ты опять грустно идешь стричься. Да, да. Печаль. Так что так. Я сейчас заберу все твое эфирное время, если ты не начнешь задавать вопросы, начну рассказывать, как я съездил в Армению, и все, и пойдет. Это кайфово беседуем, по-моему. Да, да, супер. Я видел у тебя в Инсте, и ты показывал видос коллаба по РЖД с каким-то брендом. Да, это было прикольно. Это что вообще было такое? Поезд, модели с него выходящие. Да, шикарная была тема. И как РЖД туда вписалось? РЖД был... Короче, РЖД делал что-то типа экономического форума в Питере. Большого, глобального. Такого типа, знаешь, как вот есть Восток, там Юг, там такие питерские, большие, там и в Питере вот этот вот... Экономический форум, короче. Серьезные дяди приезжают общаться с другими серьезными дядями. Это было посвящено китайскому рынку и нашему взаимодействию с ним. Вот. Это никак не связано с тем, что происходило вечером. Вот на этом показе. Но... Одного китайца я там не увидел просто. Да, там я не был. Там это в основном туда пришли звезды всякие, блогеры, руководство разной РЖД и тому подобное. Вот. Фишка такая, что... Ну, мод пришел. Фишка такая, что человек, который организовал это мероприятие, весь показ, всю эту движуху, это мой клиент. Общайтесь с клиентами, блядь, заебали. Да, да. Да, это вот вам еще один вопрос. Не общайтесь, не выступайте, не делайте показы. Все, кто мне говорит из коллег, что, блин, я просто стригу, я очень... Я очень занят. Я очень занят. Я вот тут вот просто четко делаю. Блядь, общайтесь с клиентами, пожалуйста. Это никак не связано. Будете научаствовать на показах РЖД. Как минимум. А дальше больше. Извини, что перебил. Да, фишка такая, что... Все окей. Фишка такая, что... Он мне говорит, мы делаем показ, серьезный показ. Юра, возьми парикмахерское направление. Ну вот. Я говорю, блин, чувак, я говорю, я не знаю, как это сделать, потому что я только прилетел. Возьми в плане куратор. Куратор и сам тоже поделай, что хочешь. Ну, то есть это уже его не интересовало. Ты собрал команду ребят? Я просто в сторис снял. Чуваки, кто в Питере хочет бахнуть классных укладок на показе, пишите в директ. Мне написало кучу ребят. Я сделал это вечером. Вот сделал сторис. И за вечер собрал. Нет, за вечер собрал уже шесть человек. Двое сказали, мы завтра ответим, по сменам посмотрим, что там. Сколько запросов было на участие? Дофига. А сам прикол, что у меня, я в это время был за городом, в лесу, ну, чилил что-то там. И получается так, что у меня пропадал VPN, пропадала связь. И я потом возвращаюсь в город, у меня еще там, да, целая куча заявок, что чувак, я тоже в Питере, давайте влечу. Я говорю, да поздно уже. нужен. Вот. Я хочу такое продолжать делать. Я на показе познакомился с, я так понял, это то ли ген, то ли один из гендиректоров, то ли директоров, я не знаю, хирургию, фэшн-тв. И я хочу в то направление плотника начать. Показы заебись. Это интересно, это кайф, это другое, другая вообще энергия, типа ты, вы большой командой, делаете все вместе, сразу видите этот результат, сразу видите этот результат. Это чисто творчество. Это вообще другой уровень абсолютно. Да, это максимум. То есть, вот в таком мире, это максимум. По бьюти такой, типа, если говорить прям, воспринимать нашу сферу, как бьюти, то, наверное, показы, это, ну, как бы самое стилевое, что может быть. Потолок. Потолок. Ну, и когда мы стоим, мы так смотрим, как 70, там, с чем-то наших моделей ходят по подиуму, подъезжает поезд, это витебский, сам прикол, что это витебский вокзал, это самый древний вокзал. А там поезд какой-то, прям, такой олдовый был древний. поезд. Его покрасили под этот весь поезд. Черный с красными вот этими. Это центр. А, ну, вот это, ну, морда, грубо говоря, его. А вагоны зелененькие какие-то. Да, и вот на нем написано Master Suite, это вот, грубо говоря. Бренд. Да, бренд, который делал костюмы и одежду, все, на этот показ. Это, который организатор, собственно, этого мероприятия. Бренд российский? Да, да. Чего по российским брендам, кстати? Ну, вот Master Suite, они делают костюмы, но это люксовый бренд. Вот как раз там, я так понимаю, все РЖД и вся вышка наша, административка одевается. Зашивается там. Да, да, да. Я почитал, поизучал про них, они что-то на заказ прям шьют. Это какая-то не вот это, как это сказать? Не штампуют. Не штампованная, да, история. Да, костюм просто надо шить под заказ. Костюм в Заре, ушедший из нашей страны. Сейчас там что-то другое, я недавно прошелся, мне что-то не очень понравилось. Я что-то недавно взял там носки, по-моему. Базовую футболку. Базовую футболку, да, что-то такое. Ну, да, то есть, костюм должен шиться. Я никогда это не понимал всерьез, вообще не воспринимал, не понимал, в чем разница. Ну, вот я делал, ну, сидит, сидит, не сидит, по мере другой. Повзрослел, полюбил. А когда сел в костюм, сел, как залез в костюм, который пошитый для меня, я такой, ааа, он прям часть моей кожи, второй слой. Оказывается. Да, то есть, ты в костюме не чувствуешь себя вообще дискомфортно. А обычно ты надеваешь костюм, и ты такой, как в нем сесть? У меня аналогия со школьными этими костюмами, когда... У тебя в школе была школьная форма? Да, но я кентил с директором, поэтому он, да, я и мой кент, и... Мои кореша. Мои кореша, да, да, мы троем, короче, мы с кентом очень хорошо общались с директором, потому что он был, я не знаю, был... Виктор Павлович, если вы смотрите меня, хотя странно, было бы на Барберском еще, в Сибирском, в этом подкасте, вот, он такой жесткий коммунист, и он говорил, кто едет с нами на парад, все, Стополь. Тот мой кент. Да, с красным флагом, мы там будем ходить, а мы поняли фишку, а я жил в Ялте, а в Севастополь, как бы, там полтора часа ехать, ну, там большой город, кайфуешь, он больше, чем Ялта, такой более мегаполисный, и нас на халяву привозили, туда отвозили, мы младшим классом отдавали эти флаги, или мы в 4 вернемся, и на пляжах. Да, и просто тусоваться шли, да, и мы поняли эту фишку, это сейчас, я могу об этом сказать, меня уже не выгонят со школы, вот, и он понял, что мы жесткие патриоты, потому что мы всегда вписывали в это движение, и поэтому на нас дрожскот чуть меньше распространялся. Ну, это все равно там рубашка, пиджачок, что-то такое. Блин, нет, были рубашки, был белый верх, черный низ, не было пиджаков, но я учился в одной из, наверное, десяти на то время школ вообще в мире, которых до сих пор были пионеры. Я учился не так давно. В каком году? Да, то есть в 2000. 60-й? Вот, прикол, что нет, я учился, я в 2009 закончил, то есть я точно уверен, что в 2007 и 2008 у нас были пионеры. На 3 года ты меня старше, у тебя еще пионерская история. Прикинь, ну, я, я как бы, типа, так в стороне, вот я по приколу флагами махал, типа, чтобы на халяву все в 100 паре отвезли, но у нас это было, потому что он депутат КПР, ну, типа, понял? Клево иметь таких кинтов. Да, прикольно. У меня стрижется там депутат один. Депутат класс. Депутат тоже есть ребят, с которыми, кстати, много чего интересного. Вот эта вонючая школьная форма, которая больше на 3 размера, чем ты, а я еще худой, спасибо, что придумали вот это вот оверсайз все, потому что я себя прям отлично чувствую. И вот эти рубашки, которые на мне висели обычно, вот спереди вот такой мамон, и сзади такая же. Гармошка такая, да? И пиджак больше на 3 размера, и ты ходишь такой. И стрижка у меня еще с челочкой была, вот эта колхозная. Еще ты, когда надеваешь рюкзак, у тебя ты постоянно пиджак доцепляешь, и ты вообще застрял в текстурах просто. Боль, боль. Да. Прекрасно. Костюма я вообще никак, но недавно я... А попросили что-то пофотаться, друзья, и я взял у коллеги, у того коллеги. Ага. Костюм, и он четко моего размера оказался. Я так охуенно себя чувствовал в одежде прям давненько последний раз. Вот, да. Ты такой идешь? Я такой взрослый. Мне истории там накидали просто, типа, что в ЗАГС? В ЗАГС погнали. Пошли. Причем есть куча людей, ты же понимаешь, которые ежедневные лук, костюм. Я живу тут рядом с бизнес-центром по нефти, и я вот их прям с окошка вижу, там 60 человек выходит покурить. Да, например, там 10 там вот таких вот, с этих до сих пор папиных костюмов. Такие покланы. Не-не, все четко одеты, кстати. Они шьются походу тоже где-то вот. Ну все, это вот уже новое поколение, потому что я тоже был на каких-то там, знаешь, бизнес-форумах, там смотрел, и были типы, когда ты идешь, ты думаешь, блин, какой он просто Джеймс Бонд. И рядом с ним уже такой же тип, с этой челкой профилерован. Ты думаешь, не в связи бизнес-центром. Причем, возможно, они даже по-разному зарабатывают. Да, причем тот, наверное, вот с этой челкой, он еще и больше зарабатывает. Очень прикол. Вот. Ладно. Чем по нейросетям, кстати? Мы затронули эту тему? Я думаю, что... в ближайшем будущем, как это повлияет? Это не повлияет, а разнообразит, я бы сказал. Знаешь, вот я недавно, я не знаю, видел ты работу, не видел? Ты выкладывал, я видел. Да, с девушкой. Там что из этого стрижка вообще? Ничего. Стриг, это просто сгенерированное целиком изображение. Просто мы общались с ней 3 часа, чтобы получить этот результат. Я сначала подумал, что это какая-то стрижка, сфотанная модель, и к ней еще там что-то доработанное. Ну, я думал сначала так написать, потом думаю, ладно, не буду обманывать. Нет, просто это все сделал. И мы очень долго обсуждали это. Сейчас, Наталья Закадрова, мы с ней сегодня это обсуждали. Что, по сути, там из настоящего только лицо. Вот на этой стрижке. Что-таки есть что-то живое. Лицо. Все лицо. Потому что там вся стрижка. Полностью все вот эти блоки. И это все пришлось описывать. Все. Структурировать запрос. И чем больше ты общаешься с яишками, тем больше ты их учишь. Ну, типа, чем больше они тебя понимают. И приходилось даже писать, представь, вот представь, что мы живем в такое время. Вот такие всякие штуки. И это первое время. То есть я только начал. Я вообще еще зеленый в этом направлении. Но я думаю, что это упростит работу многую. Ну, большой объем работы. Ты же понимаешь сейчас, что даже не нужна массовка, чтобы снимать фильмы. Раньше ты задумывался о том, что чтобы снять фильм... Я знаю, что в «Властелине колец» шлепали этих орков там прям. Да. Там несколько паттернов, которые накинули друг на друга. И они одинаковые там. И они там вот так стоят. Но это старый подход. А сейчас, допустим, смотри, ты снимаешь, не знаю, час пик в городе. Ну, там в Нью-Йорке. И вот эти люди ходят. Эти люди... Это два варианта. Вот сейчас это теперь ИИ, лица ИИ. А то есть бесплатно. А раньше ты заходил в базу и на стоках покупал лица. И клеил их просто на графику. Но ты платил авторское право человеку, чье лицо, ты вставил туда в массовку. То есть вот эти люди сейчас потеряли... Это вся и бесплатная история. Все, теперь это бесплатно. Художников, диджитал, дофига, наверное, тоже. Да, да. Плюс есть... Была же религиозная тема, что ты не имеешь права использовать... Ну, там судов даже куча было. Допустим, тебе надо труп сыграть. Ну, то есть... Это же человек, и у него... Человек швейцарский нож смотрел. Да, да, да. Для него Рэдкли в Гарри Поттер играет пердящий труп. Да, да, забавно. Очень классный фильм. Мне пиздец, я проникся. Он... Я первые 15 минут такой... Неужели так будет? А потом... А, так будет? Я, может, в нем что-то увидел такое, что там... Чего там нету? Нужно поймать этот вайп. Я прям кайфанул. И он, кстати, нашумел, хорошо нашумел. У него, кстати, не самые плохие рейтинги из такого экспериментального кино. Так что там про труп? Вот. И ты труп должен сыграть. И некоторые чуваки, которых ты покупаешь лица на стоке, они могут быть против. Чтобы их лицо было на трупе. Или на могиле, понятно, на могильной плите. Понял? А сейчас тебе и за это не надо платить. И думать об этом. И расписку брать. Неросетка, кстати. Неросетка, любое лицо туда пекает. Классно генерирует лица. Я тоже сидел, ковырялся прям. Любой портрет. Да, поэтому... Веснушки, родинки, там... Все, что хочешь. Все, что хочешь. Мы... Ну, я там рисовал сейчас. Я делаю стикербук. Шевелизм. Хочу сделать большой стикербук. Красивый, прикольный, просто со всякими мемами. Мы делали просто один лист, подарок с книгой. И очень много было отзывов. Блин, кайф, я хочу еще таких стикеров. У меня кинты спрашивают, где купить стикера. И мы решили сделать стикербук. Просто. Я думаю, что при продаже мы будем отбиваться в ноль. То есть он не будет коммерческим проектом. Это будет какая-то просто движуха. Потому что стикербук оказалось дорогое удовольствие. Если не просто листами выпускаешь, а именно с обложкой, со всей темой. И я начал делать одни стикера. Там старый дедушка, короче, с котом. Но он типа там все говорит, вся атмосфера вокруг говорит о том, что он барбер. Типа он одинокий, старый барбер. С котом. Ты меня описал сейчас. Да, с котом. У меня дома кошак как раз. Не, но он такой, он прям с седой головой. Но лет через 20. А, то есть, ну да, на перспективу. Вот, и кот рыжий, наверное. Не, серый. Блин. С очень умным взглядом. Как он кота нарисовал. Я очень хочу сделать эти стикера. Но я к чему-то другое. То есть, он сидит в такой грязной куртке. Грязный, разбитый, такой засыпанный, старый шоп, брошенный, знаешь, 60 лет назад. И он сидит. Плак, плак. Он даже ему зоновских татуировок каких-то набил на руках. Ну, то есть, расплывшийся. Да, да. Он сам это, он так видел дополнить, как картину. И ты думаешь, да, какой кайф. Прикольно, когда выпустишь. Смотри, какой прикол. Мне надо срочно выпустить женскую книгу. Я уже и обещаю. Кстати, кто не знает, Юра выпускает книгу для парикмахеров. Да, совсем скоро. И я слышал еще детскую книжку. Да, детская. Юра пишет сказочки. И у меня есть сказочка уже. Очень забавный сценарий. Мы пишем его, сейчас доделываем. Он будет называться «Рики, маленький барбер». Вот. Это, да, это реально детская книга, но у меня есть проблема с иллюстраторами. Нейросеть. Есть нейросеть, но нужен, грубо говоря, нужно рисовать. Не знаю, возможно, возможно, если я найду менеджера по нейросетям, есть такая уже профессия новая появляется. Там есть момент, что не совпадают немного иллюстрации, что нужно как-то чего-то поддумать. Да, там есть сценарная работа и плюс один поток. То есть, чтобы он в сторону его не уносило, потому что ты его обратно потом не вернешь. То есть, грубо говоря, будет обидно в книжку на 50 страниц 25 сделать, а потом он просто забыл, как это делать и на середине выкинуть эту книгу. Вот. А так как это делал не человек, он не может продолжить. Ну, то есть, просто иллюстраторы берут какую-то кучу еще денег, ну, то есть, я узнавал, там, мне говорили там, а, там, за разработку персонажа 500 баксов, за каждую страницу еще по 200 баксов. Разработка это эскиз, там, просто человека придумать мне вот этого Рики Маленького. Я говорю, вы серьезно? Я говорю, это абсолютно не коммерческий проект. Там не на чем зарабатывать. Никто не будет за 5000, как там книгу Барбера, где куча информации. Ну, а сгенерить этого парня в сети и передать им просто для того, чтобы они его там по готовому концерту... баксов страниц. Ну, вы больные. Ну, типа, а ты же не можешь детям сделать черно-белую книгу, как я сделал в книге Барбера. Ну, то есть, не можешь, потому что это... Тут я выкрутил, это просто учебник, поэтому... Просто я понимал, что будет слишком дорогое удовольствие сделать большую книгу в классном переплете. Ну, переплет у нас тоже классный, я имею в виду с там какими-то журнальными страницами, с цветной печатью, фото. Просто дорогое удовольствие, если это уже на три сотни страниц. Вот. И получается так, что я говорю, вы понимаете, что я просто в ноль. Я просто хочу, чтобы ребенок, который приходит в шоп, нашел, чем себя занять. Он открыл эту книжечку, да, и там маленький мальчик, такой же, как он, и стрижет котиков, собачек, и чтобы мог мастер ему сказать, вот смотри, не бойся ножниц, вот смотри, котики стригутся, мальчики стригутся, и ты подстригись. Просто, это просто в карму плюс один, ноль у этого какого-то прям фидбэка. Ноль. Но при этом я общаюсь со всеми учредителями, которыми вот рассказываю про эту идею, они говорят, Юра, нам на каждый филиал по одной закупаем. Собрать предоплату и на эти бабки. Да, и вот я сейчас думаю об этом, короче, что надо как будто вот как-то это все собрать. Фонд. Да, стартап. стартап. то есть, да, на бумстартер. На краунд. Ну, краунд фаундинг, да. Вот. И потому что это просто прикольно. Просто прикольно. А вот придумал я это, я заходил в Читай-город, я искал головоломки вот эти металлические, понимаете, которые долго крутишь, и в итоге у меня была одна безумная идея фикс, и она не смогла. На мастер-классе что-то показать. Да, да, да. Я это слышал. А, да, я рассказывал где-то это, что очень прикольно будет, и себе буду говорить, вот смотрите, типа, это аллегория такая, типа, что, вот я вот, вы сейчас сидите и не можете раскрутить, а что, если я вам скажу, как это делается, и вы такие сразу, раз, типа, аллегория, что же. И сам не собрал, по-моему, ничего. Нет, я как раз-таки такой, первый раз посидел такой, ну, все просто, второй, а вышло так, что мы раздали эти штуки, и люди пришли раньше, и они заходят, и, короче, они заходят где-то без 20 и 10, а я только в 10, ну, я себе в голове это идеализировал, я думаю, в 10, 10 и 20, я им скажу, вот представьте себе ситуацию, типа, аллегория, что наш алгоритм вот так работает, как, типа, решение задачи. Ключ, ключ, да, и они пришли без 20, и на улице уже там 10-15, а я смотрю, они уже полчаса сидят просто, а там в коробочке решение, ну, понял, мы завтыкали решение, они вот так на ноге у них лежит, и они с решением не могут его собрать, понял, а я себе это идеализировал, что я слайд делаю, там это же решение, все-таки, вау, вот так, типа, а оно и так не сработало. Какой-то мем есть, фильм, идиократия, где чуваки, ну, тупые, пиздец, и там чувак обычный, но он в какой-то момент туда попал, и стал там самым умным, просто потому, что он был нормальный, остальные просто, вот, не вменозные, и там чувак сидит, и тесты, типа, если в одном ведре, там, 6 литров, в другом ведре 12 литров, то сколько у тебя ведер, такой, два, рядом сидит чувак, и он вкладывает вот эти, типа, квадратная там хрень, в круглую, типа, пытается запихать, тебе надо стикеры такие замутить, мы сейчас, круглая там, квадратная, треугольная штука, у тебя еще четко совпало с игрой с кальмара тоже, да, мы даже стикеры выпустили, мне картины, потом такие подарили в шоп, с игрой с кальмаром, ну, с вот этим круглым квадратным треугольником, я приехал в Екатеринбург, и мне говорят, ой, у вас так вот, это все, везде круги эти квадраты, треугольники, вот вам три картины, с круглым куда прикольные, такие абстрактные, они у меня висят в тайпе, кайфовенько, ну, напоследок, Юр, расскажи, чем вообще живешь, помимо стрижек, обучения, барбершопа, написания книг, и музыки, музыка, музыка, что с музыкой, что там вообще, что-то ты должен был релизить, давай так, я расскажу в целом, чем живу, это будут такие инфоповоды мои маленькие, что я там готовил, там мы в итоге много чего обсадили, и у меня есть тема, которую я хотел бы рассказать тебе, давай, ну, я так, просто скажу план действий, на будущее, на ближайшее, и то, что есть в настоящее, я стал недавно креативным директором сети Бетон, они как изначально были с тайпом, никак с вашим не связаны, просто другая сеть, да, мы просто нашли общий вайб, с Лешей, это учредитель, с Лешей и Сашей, они учредители этой сети, мы просто в общем вайбе, ну, то есть, я не знаю, как это объяснить, короче, мы такие, делаем, да, погнали, и вообще мы решили такие вопросы, которые в целом, там, миллионы денег, по идее, важно, важно обсудить, мы такие, погнали, да погнали, вот так вот мы сделали это, но сделали круто, все идет по плану, я вот креативным директором стал, мы 19-го, 18-го, через 4 дня мы запускаем Академию, там вот и с нуля, и по вышалке, поэтому если Москва, вам далеко лететь в Красноярск, к ним в тайгу, вы в СБС, поэтому приезжайте, если по Москве, то ко мне в Бетон Академию, да, и там нет поинтинга, кстати, если не с Москвой, приезжайте к нам, если не с Москвой, да, вот, и короче, да, Академию запускаем, там будет Y, плюс еще у меня ребята, сейчас подъезжает команда, просто сейчас такой классный, переломный момент, вот я сейчас очень сильно загружен, но всегда с довольными вещами, короче, вот так это можно сказать, я очень, я думаю, как ты туришь, и все равно живой, да, но у меня сейчас пик напряжения, я бы сказал бы, потому что у меня все запускается одновременно, плюс я же продал часть тайпа, продал сети бетон, это был стратегический ход наших с обеих сторон, это была идея, заключалась в том, что я хотел, чтобы у меня были классные партнеры по тайпу, которые помогут мне дальше его развивать, и мы... Масштабироваться? Да, но я не хочу прям масштабироваться, но пару филиалов, я думаю, что мы в ближайшее время сделаем, я хотел... Мы сейчас вот закрываем 1 октября на полный ремонт, вообще полностью, меняется весь дизайн, все, останется только логотип от тайпа, там больше никогда не будут академии, там больше никогда не будут проходить мастер-классы, да, все, вот мы закрылись, делаем ремонты, и в новой обложке, в новой команде, потому что сейчас теперь у меня есть возможность убрать команду, поэтому если вы хотите работать со мной, я теперь работаю в двух командах, одна моя тайповская, где каждый из нас какой-то еще занимается каким-то направлением, он не только стажет, я еще спрашиваю по другим направлениям, и либо у меня есть бетон, сеть, которая дает классные условия, вообще я первый раз столкнулся, я думал, что он пошутил, когда... Что за условия? Условия кому? Барбером? Тебе? Да, да, мы... Не, не мне, у меня это все вообще хорошие условия, вот, но я имею в виду, что в команду, мы даем 5000 выход ежедневно такого. Это если ты ебланишь и вообще ничего не делаешь? Нормально. Да, если не ебланишь, то заработаешь больше, соответственно. В Красноярске некоторые барберы за смену столько не получают. да, я про это. Многие, кстати. А тут при переезде, и у меня получилась такая сейчас возможность, что тех людей, которые я хотел себе в команду забрать, я, и так как эти проекты два, одновременно работают, и по сути теперь это плюс-минус один карман, то... Переселил туда? Ну, я переселяю на топовые какие-то места туда и вставляю пару смен у себя, чтобы он пока здесь конвертит свою клиентуру, он не голодал, да. И из-за этого это мне дало офигенный инструмент, я могу теперь кого угодно забирать, откуда угодно, и поэтому... Условия жир. Почему так? Да я... Откуда бабки? Фартовый просто тип. Откуда бабки? Ну, вообще, ну, все, если к жизни относиться вот так, типа, погнали, то все будет хорошо, я так считаю. Это такое около завершения. Да, мы выпускаем книги, вот выйдет, беру, все это поделается, все доделаем, и стикербук выйдет следом за женской, потому что я искренне хочу успеть доделать ее. Ну, я уже много кому пообещал, много кто спрашивает, и там был, короче, там в чем заморочка, там надо было делать укладки в книгу, нельзя выпускать женскую книгу без укладок, а я... А это надо отстричь моделей, отфотать... И еще и уложить, вот, и... А так как я нихрена не укладыватель, я давно этого не делал, то есть, то есть, я как бы... Ну, я помню всю эту тему с мастер-классов, а я вот так делаю. Да, 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 не, ну, я так и делаю, это мой вайп, я так и делаю, мы так сегодня и сушили все. А в женских укладках Да, то есть, когда ты хочешь получить... Знаешь, сейчас в тренде, когда делают линию, еле касается, которая плечей, такую корешка, ну, такая достаточно низковатая, потом на утюг делают такие небольшие заломы, но концы не закручивают, а просто они такие топорные. Ну, как это? Такая стилистика вся. Как же это? Типа текстура. Не битая текстура. Она такая ломаная, да, чуть-чуть. Ну, вот прям с резами. Да, то есть, и вот такие всякие красивые укладочки, а если ты просто эту же модель помоешь, высушишь, и даже вытянешь на браш, то это просто линия. Понимаешь? То есть, а вот это все дает вот этого вайба такого, типа, ничего себе, какая она королева, эта девчонка. Понял? И весной я планирую женский тур, и я хочу до этого времени пойти повспоминать. Я пойду сейчас на укладки и буду реально учиться сам. Учиться. Да, потому что я не делал их 10 лет. То есть, я думаю, что там будет такой мрак. И я боюсь, что что-то поменялось. Вот что я боюсь. Чтобы то, что я делаю, оказывается, колхоз уже как 10 лет. Почувствуешь себя тетей Клавой, которая впервые за 15 лет вылезла на обучение к барберам. Ну, в общем, вот я сейчас смотрю, кому идти. Я уже много с кем обсудил. И, соответственно, из-за этого и затормозилась книга. И это уже все отстриг в книгу. А не... Но уложить не уложил. Потому что... У тебя целая глава просто пока еще пустая. Да, просто пустая. И я думаю, либо я сделаю коллаб в ближайшее время, и просто у меня будет соавтор на тему укладок. Либо я буду пока сам не вспомню ничего, пока у меня руки... Чтобы не было, я как тормоз... А куда тут? Подождите. Как-то... Вот так вот. Ну, чтобы я так не делал. Надо все повспоминать реально, чтобы не позориться на мастер-классах. Не люблю вот сырое давать. Поэтому я сейчас вот буду учиться делать укладки. Вспоминать, по крайней мере. Учиться, ну, не заново. Надеюсь, это тоже велосипед. Надеюсь, я быстро вспомню. Но пока... Думаю, вспомнить не так сложно, как научиться с нуля. Хотя иногда... Ну да. Да, просто... Учиться сложнее. Я волнуюсь, что тренд поменялся. Инструмент. Определенно. Они стали качественнее, лучше. Да. Сто пудов. Да. С сахаром теперь голову не надо натирать уже, если там какая-то фигня. Короче, в общем, все кайф. Делаю музло. С музлом были реальные затыки. Я так как человек, который любит понимание, ну, то есть, вот это мое самое главное в голове, надо все понимать, чем ты занимаешься. Из-за этого меня музло всегда немного коробило, потому что я не все понимаю, система как-то все работает. Вот я сделал трек, то есть, я смог собрать вокруг себя людей, с которыми я пишусь, с которыми я консультируюсь по флоу, с которыми я консультируюсь под каким-то фирменным штучком трендовым, с которым я там все свожу, там мастерю. Я вот эту команду, по сути, собрал вокруг себя. То есть, я всех, все, у меня есть люди, которые делают с нуля, со мной вместе готовый трек. Вот. Но мне надо еще одна команда. Это тот человек, который, образно говоря, там занимается дистрибуцией, там, или тот, кто выкладывает на площадки, тот, кто отслеживает статистики, потому что я тоже хочу, я хочу, чтобы у этого тоже был рост. Я не хочу там, конечно, уходить полностью в музло, но мне хотелось, чтобы это было, но я не занимаюсь этим, чтобы мама дома гордилась, конечно, и для этого тоже, но хочется еще. Мама тоже. Ну, знаешь, я там некоторые треки стесняюсь скидывать, потому что там грязные дела, короче. Вот. Ну, я решил, что я все доделаю. Новое музло, я думаю, и зайдет. Я ходил на вокал долго, чтобы все было чище. Я не люблю автотюн и всю вот эту тему. Как только искажается от натурального голоса, я это слышу, и мне сразу это все не нравится. Сейчас качественно автотюн, по-моему, можно сделать так, что вообще не послышу. Да. Иногда четкий мастер дает, я все равно им пользуюсь, по-любому, я не вокалист, я такой чел, которого есть слух, и вроде пока неплохо с дыхалкой, пока ашкидишка все не забрала, поэтому можно еще петь, понял? То есть такая тема. Поэтому я, кстати, наверное, к тому времени, как выйдет подкаст, уже выйдет мой новый трек. Как название? Блин, забавно, что это трек, которому два года, мы решили начать с него, и он мне уже не нравится, короче, типа он меня уже бесит, потому что я два года услышал. Он называется BitchXS. Это единственный хоповый трек, который у нас есть, но он очень забавный, мне он очень нравится. Какое-то сутенерское название. Она получилась случайно, у меня, я не помню, кто-то говорил, или в компании, мы где-то сидели, говорят, вот. BitchXS. XS, типа маленькая, маленькая, маленькая bitch. у меня, где-то мы в компании сидели, и мне кто-то говорит, я хочу сделать одежду, делать одежду для девушек XS. Вот. Я говорю, круто, назови бренд BitchXS, прикольно. Он прикольно звучит, BitchXS. И я потом вхожу, что-то себе такой BitchXS, как прикольно, и как, ну и получился припев, короче. А сам бренд так назвался? Я даже не знаю. Я видел этих людей первый, в последний раз. Просто это где-то вот так стоят. Ага, можно было бы им рекламный джингл записать. Да, 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 представляешь. Как у Моргенштерна было? Дуло вот это для War Thunder. Да, да, да. Полу-опенотанк. Вот. Поэтому выйдет он, дальше пойдет грустнятина, чтобы плакать на подоконниках, поэтому лучше кайфуйте по кассетам, он позитивный, потому что остальные, блин, там просто любовь и холоди. Вот так. Ждем. Как-то так. Как-то так. Так и живем. Финалимся. Финалимся. Давай, мотивационную речь для наших маленьких зрителей. Когда дорастаешь до моих лет, вот так там. Сколько тебе? Старше меня на три года. Да, мне 31 годик. Когда дорастаешь до таких лет, на самом деле, это смешно, и вроде я ощущаю, что я не стар, там как бы я вроде в самом расцвете сил, но приоритеты поменялись за последние пару лет жестко. Ну, то есть в жестко. И первое, что я хочу сказать, это по-любому никого не слушайте нахрен вообще. Вот эти все мнения, засуньте себе все в задницу, никого не слушайте, кайфуйте. Почему? Потому что я сталкивался вот в какие-то свои переломные моменты жизни, сталкивался с людьми, которые были достаточно близки ко мне, и то есть их мнение на меня как-то влияло, которые мне говорили, да нет, чувак, не надо. А я такой, ну ладно, не надо. И делал это, ну через полгода. И думаю, да какого хера я полгода потерял, да, и нормально, все-все летело, да, я думаю, какого хера я вас слушал вообще. Ни разу еще не вышло так, что я что-то, мне кто-то посоветовал, я не сделал, и реально кто-то сделал, и оно просралось, и я такой, фух, слава богу, я не сделал. Понимаете, всегда было. Не бойтесь расти, не бойтесь браться за что-то новое, выходите из зоны комфорта, это очень банально все звучит, но это поэтому так часто и звучит. Ну это простая, простая истинная. Потому что я такой человек, ну это вот в завершении, это прям в завершении будет красиво, я такой человек, что мне всегда казалось, когда мне было лет 20, мне казалось всегда, что у меня кризис среднего возраста наступит в 25, потому что я всегда такой, блядь, как мало жить-то осталось-то, е-мое, что я тут, а что я сижу вообще, надо стоять, пойти, надо вот, я такой всегда. Ну вот, плюс у меня нет чувства насыщения, то есть вообще, то есть я вообще из того, что я делаю, делал за всю, наверное, жизнь, я кайфую только то, что вот мы выпустили филеровочный брит, очень мне нравится, красивый. То есть я выпустил, вот у меня всегда я делаю, мне это очень нравится, все это очень нравится, сейчас все будет, сейчас все будет. Я это выпускаю, такой, ну нравится, берите, не нравится, ну не берите, пусть лежит. И пошел чем-то новым заниматься. Я кайфую в процессе, а не в результате, ну от результата. и так во всем. И это заставляет меня постоянно находиться в стрессовом состоянии, но в приятном стрессе. Не в таком, что у меня панические атаки начинаются, а в таком, что я не регрессирую, то есть я не такой, типа, ну на жизнь хватит. Вот это. Ну, не. Жизнь отдать делайте, что хотите. Хотите петь, пойте. Даже если не умеете, пойте. Однажды, либо заумеете, либо это станет трендом. Какая-то ваш определенный флоу, и тоже будет кайф. Короче, что угодно. Я делаю вообще что угодно. И есть куча новых всяких направлений, которые я буду позже делиться. Мне не просто так, сейчас теперь отдельный аккаунт, который называется Маяк. Ну, типа Маяк. А вместе Маяк. Вот. И этот Маяк, он вообще не простой. А вот к чему это. Да. Сначала не дошло, потом дошло. У меня ник мой. Мой. И потом он сказал Мой Ак. И такой, бля, прикольно звучит. Типа Маяк. Вот, ну просто, это опять же, как Шевел Юра. Хрен знает, откуда появилась и прицепилась на 10 лет. До сих пор, мне кажется, некоторые думают, что это реальная фамилия. да, да. Мне сегодня ученики говорили на мастер-классе. Вот скажи, это вот, вот так родители, совпадение? Ну да. Мне подходил чувак, говорил, да ну нахуй, прикинь, у него фамилия такая, его Юра еще зовут. Да, да, да. Нифига совпало. А мне недавно чел говорит, то есть тебя и не Юра зовут? Я говорю, да, я Олег, бля, который решил. Майами? Да, я Олег, такой классный будет, я буду не просто Юра, еще и Шевел Юра, типа вообще ебнулся. Нет, я говорю, я Юра, но не Шевел. Да. Так, с вами сегодня был Олег Майами. А Олег, да, Шевел Олег. И давай, представь меня как-то. Давайте так, слово амбассадора опять будет курировать, амбассадор отличного настроения, лучших интервью на все сибирское пространство. А самое главное, классный собеседник, тебе спасибо за приглашение, вообще по-моему. Спасибо большое, классно поболтали. На легком вайбе, весной приеду, если зайдет этот, с ними второй, с удовольствием, и всегда есть о чем поболтать. И я вообще сейчас даже чувствую, такое у меня ощущение, что мы прям по верхам, хочется еще что-то, знаешь, как будто. Поэтому, если вам хочется еще, ставьте лайки, подписывайтесь в ВКонтакте, там, на классниках, в Инстаграмах. Пока-пока. Пока.